Это классическая история, а люди премия стал Антиох-Эпифан. Хорошо, поговорим сейчас о подотчетности. Страшно больная тема, да, она больная, она плотица. Но нам нужно об этом поговорить. Понимаете, да? Этого нельзя допускать. Когда все мы в 90-х ломанулись или в 2000-х ломанулись в служении, мы все были одинаковы. Мы все одинаково ничего не знали. Или в контексте той культуры баптизма или харизмастии или еще чего-то. Но если мы смотрим на Израиль, я имею в виду период 40-летнего блуждания по пустыне и вот этот момент перехода в землю. Вы знаете, что когда Израиль перешел в землю, там перестала сыпаться манна. Да? Она сыпалась только вот в период блуждания по пустыне. И что нужно было сделать Израилю, когда перестала сыпаться манна? Они должны были качественно, вообще по-другому относиться к своему быту, к тому, как они будут жить дальше. Если в пустыне им нужна была вера, и Бог давал им еду, и они вообще не думали, откуда она берется, то придя в землю, им нужно было стать администраторами, им нужно было стать, не знаю, там, учеными, кем угодно. Им нужны были их собственные навыки, знания, у них должны были быть уже другие умения. Получается, что то поколение в пустыне, оно, скорее всего, бы со своими отсутствием навыков и привычки к манне с потолка падающей, они бы, ну, непонятно, что бы с ними произошло. Они бы просто не привели в процветание эту землю, а убили бы ее, наверное. Я, наверное, читала у одного автора, у одного автора потрясающий такой еврейский, израильский взгляд, знаете, нестандартный. Он говорит, ну, вот представьте себе Маше, который пришел в землю обетованную. Слава Богу, как бы он так выражает мысль, что он ушел раньше. Потому что у каждого лидера есть его сила, возможность, предназначение и цель. Его цель, его сила и возможность, она была предназначена для этого периода, для этих людей. Но если бы этот старик пришел в землю обетованную, и надо было бы начинать администрировать, надо было бы начинать образование, перейти на другой уровень, А смог бы ли это сделать Моисей? Тот великий лидер в пустыне на новом месте смог бы оказаться абсолютно слабым, потерявшим свой авторитет лидером. Как вам такая мысль? Мне очень она кажется такой реальной, такая картина. Я о чем хочу сказать, что когда-то мы все могли делать все, что понимали. Просто мы были единственными в большем составе, одинаковыми. И среди нас не было отцов, не было тех, кто нас исправляли. У нас не было в 90-х наставников. Я называю нас поколением интерната. Так я выражаю свое понимание того, кем мы были. Но мы пришли в другое место, и сегодня нельзя так, как можно было тогда. И сегодня нельзя просто всех назначать мадрихами и не наблюдать за то, чем эти люди кормят других. Сегодня другие спросы, потому что это вроде как усложняет жизнь в плане ответственности, зачем все это надо. Вот у нас так не было. Да, у нас так не было. У нас так не было. И если так все время думать, мы будем как Моисеи, которые вошли в землю обетованную и вовремя не умерли. Вот, ну серьезно, потому что мы будем портить движение следующего поколения, останавливать его вот этим пониманием, что всего этого не нужно. А вот в наше время все было по-другому. Вот, давайте эту мысль в уме оставим, потому что мы склонны так говорить. Все так говорят. Вот в наше время не то, что нынешняя молодежь. Я рассказывала вчера, вот при общении познакомилась, подружилась с одним молодежным пастором, он меня все время шокировал. Из другого города мы встречались там на одних обучениях, он приходил, у него ту милировка, значит, серьги. Он такой, короче, он модель, вот он молодой брат такой, и он уже очень стильный, продвинутый в моде. У него какие-то там американские спонсоры, у него лучшая техника, он такой всегда звезда просто. Он очень классный, мы с ним подружились. И я ему говорю, слушай, что с этим делать? Вот это сидят люди все в планшетах во время собрания, все вот в этих мобилках. И я ему рассказываю в своем огорчении, я рассказываю ему об огорчении, что как так, люди книгу не открывают вообще, что с этим делать, что, б***ь, завтрашним днем. А он сидит и говорит, Инка, у меня младше намного, он говорит, Инка, у нас у всех Библия давно закачана в наших айфонах, мы ее оттуда читаем. Говорит, ты что, этого не знала? Я так, опа, опа, ну, я говорю, нет, правда, что ли? И он говорит, да, Деда Мороза нету. И он мне начал рассказывать о том, как современная молодежь вообще приходит в собрание, говорит, зачем ты хочешь их поломать? У них есть их стиль, их восприятие. Если ты, говорит, не поймешь, что они вообще другие и по другому мыслят, ты, говорит, не скажу вам, что он мне сказал, кем я буду, вот, ну, по дружбе он себе там позволил, некоторые вольности. Я испугалась этой перспективы, которую я увидела. Я не хочу так быть, вот, когда будут люди смотреть на пастора и говорить, что он просто пережиток прошлого века, там, типа, знаете, отстой там. Я так не хочу, ну, правда. У меня чуть-чуть другие мечты по поводу моего будущего. И, ну, мы быстренько технику, в общем, короче, поставили слайды там, ну, в общем, быстро приспособились. Мне нужно было смиряться, вот. Но сегодня для меня это уже история, а вот совсем недавно я просто думала, что апокалипсис грядет из-за этого всего. Я так к этому относилась. В общем, я к тому, что надо перестраиваться. И сейчас мы в теме подотчетность. Мадрих — это служение, я повторяюсь, не пишите, вы уже, наверное, это написали. Это служение, которое должно быть в подотчетности. Получил человека — распишись за человека. Дай отчет за человека. Нет, правда, дай отчет за человека. Если ты не даешь отчет за человека, значит, ты его не ведешь. Это должно быть всем понятно, потому что это не твоя собственность, это Божья овечка и так далее. Это должно быть очень высокое такое, ну, высокое понимание этого служения. То есть я хочу сказать, что высокое служение не только у пастора, и все об этом знают. Нужно изначально поднимать высокое отношение к служению людям с самого первого шага. Как я читала, почитать вам еще раз Августина, что он сказал? Нет, не может быть так никак, чтобы не было пасторей. Я, наверное, эту книгу домой отнесла. Не может быть никак, чтобы не было пасторей. Потому что там, где есть хорошие овцы, там непременно будут хорошие пасторя. И будем... Спасибо. Что у меня за помощники? Я не могу вообще. Ой, спасибо. Ты даже знаешь, в какой-то книге написано. «Невозможно представить, чтобы сегодня могло не хватать хороших пасторей. Не может быть, чтобы нам их не хватало. Не может быть, чтобы милосердие Божье не порождало и не укрепляло их. Разумеется, если есть хорошие овцы, то есть и хорошие пастори, потому что хорошие пастори вырастают из хороших овец». Итак, мы сейчас вместе подотчетность. После того, как я сказала, что это хорошо, странно теперь спрашивать, что вы об этом думаете. Хорошо это или плохо? Давайте поговорим о позитивах и о трудностях. Какие хорошие... Какие позитивы от подотчетности? И не играем сейчас в правильный ответ. Нет? Давайте просто честно подумаем. Вот если вы считаете, что хорошего ничего нет, так и скажите, я пока их не вижу. Какие позитивы от подотчетности существуют? Что дает это? Будет видна динамика. Точнее, как? Научат подвигаются в том же знакомом росте. Какие там новые знания для деталей или нет? Подотчетность позволяет выявить динамику. Так. Или ее отсутствие, что тоже... Надо же как-то это увидеть, существует оно или нет. Если проблемы какие-то уничтожают, это тоже так. Да. Вот вчера приводили пример. Пьют чай уже два месяца, да? И считаю, что Дух Святой их побуждает к чаепитию. То есть... Может, есть какие-то комплексы? Лидер, видя этот очаг, понимает, что там у кого-то проблемы. Либо Мадрих не забыл, чем занят, либо что? Надо как-то вмешаться, да? Динамика развития. Динамика должна быть объективной какой-то лидер. Не только лично Мадриха, но и правдой, который настоятельный... Объективность оценки служения. Еще кто-то присутствует в оценке служения, а не только сам Мадрих. Мадрих может давать лично привыкнуть. Да. На самом деле, это будет не так. Что говорил Давид? Он говорит, Господи, посмотри, не на опасном ли я пути. Придите кто-нибудь, посмотрите, я все правильно делаю. Послушаем. Можно двигаться дальше, в случае каких-то открытий или это неожиданных, особенно. Можно двигаться дальше, что делать? Такое слово запишите, оно чисто в православном, по-моему, обиходе есть. Послушничество. Есть такое, слышали, да? У нас это не практикуется, такой термин, но он очень глубокий. Я вам хочу сказать. Послушничество. По-моему, этот путь послушничества должен пройти человек, если он собирается стать монахом. Он не может стать монахом, пока он не пройдет послушничество. И это послушничество, это путь, где человек тренирует себя подчиняться. Послушничество. И вот хочу сказать, что для нас вот такая тренировка, если человек понимает, что это вообще добродетель, очень важный добродетель, который нужно натренировать. Я как-то в одном месте проповедовала о добродетелях. Мне казалось, что я просто народ так перегрузила вообще, ну, чем-то очень непонятным. Добродетель, она же сама по себе-то не рождается. Это как раз-то часть человеческой тренировки какой-то, если хотите. Послушничество, как у нас с этим? Да чтоб ты там всю Библию десять раз знал. Если ты с этим вообще не справляешься, тебе же применить очень опасно, куда-то ставить вообще. И дар, он не используется, дар-то от Бога. Вот он есть, а применить его нельзя, потому что сосуд, который этот дар принял, очень поломанный. Послушничество, да, такой как бы момент важный. Он проверяется, послушничество проверяется в подучетности, совершенно верно. И если учесть, что служение мадриха — это первое служение, которое доверяется человеку, да как вообще не проверять его? Обязательно. Окей. Что, может быть, еще что-нибудь? Сейчас мы негативных сторон больше, так я понимаю, наберем, чем позитива. Хорошо. Это все можно в послушничество внести. Это вот, я же говорю, это слово очень мега такое обширное понятие в себе. Смерькини, туда же, все туда же. Хорошо. А трудности? Негативное время. Еще раз. Негативное время для встречи, для общения. Именно под отчетности, да? Хороший вопрос, Наташа. Давайте запишем дополнительное время. Трата дополнительного времени. Вот здесь действительно старшие лидеры должны об этом всегда думать. Когда, получается, что чем больше послушный человек, чем больше он правильный, тем он вообще, времени у него все меньше. А когда жить? Когда, помню, сестра одна пришла, говорит, дайте мне один выходной, мне вещи постирать надо. Вот, уже я думаю, если до такого доходит, что человек просит, отпустите меня, мне ходить не очень, мне вещи грязные. Ну, как-то думаешь, уж как же это, ну, покажи мне свое занятое, что случилось. А человек просто старается. Вот, он правильный, он хороший, он ответственный, ему хуже всех выходит, знаете. Поэтому, совершенно спасибо, Наташа, правильное замечание. В плане отчета, подотчетности, появляется проблема траты еще времени. Поэтому нужно находить механизмы, облегчающие эту задачу. И это задача старших руководителей, всегда находить механизмы, облегчающие задачу подотчетности. Поэтому, например, мы решили перейти в систему Google, все. И столкнулись с тем, что одни чуть-чуть более продвинутые, а вторым, когда сказали, что их хотят научить чему-то в интернете, они просто истерика началась, знаете. Опять же, чтобы научиться, тоже время где-то надо взять. Часть людей сказали, что они уже не в том возрасте, чтобы учиться. Вот, и зачем мне еще один почтовый ящик, когда у меня есть уже один почтовый ящик? Там такое началось. Ну, что мы сделали? Что мы сделали? Чтобы как-то облегчить этот страшный день людям. Мы там принесли пиццу, что-то там, соки, да, задобрить людей, лидеров. И когда они пришли, мы выставили столы и принесли кучу ноутбуков разных. У кого были свои, мы попросили прийти со своими планшетами или ноутбуками. И мы сделали 4 встречи и 4 мастер-класса. В первый раз мы рассказали о том, что такое Google-система. И у кого не было Google-почтового ящика, братья или там сестры, которые в этом разбираются, подошли к каждому и сделали всем эти боксики. Ну, там, вот. И друг к другу мы попереписывали, все-все. Потом, следующий шаг, мы сделали группы в Google. Я не думаю, что вам это сложно понимать. Ну, кому сложно, вы все равно ничего сейчас не поймете, что я говорю, надо просто сделать. Да, сделали группы. Потом мы научили людей пользоваться Google-календарем. Google-календарь, она, это штука, которая сегодня есть везде, она соединена с твоим электронной почтой. Таким образом, когда мы со старейшинами собираемся, открываем Google-календарь, теперь не в этом распечатанном, о котором ты говоришь, а сразу в Google-календаре мы планируем мероприятие, и мы делаем там, пригласить гостей, и вся община одновременно в своем календаре электронном, у нее вносится пометка на этот день с напоминанием. Это работает электронно. Люди на месяц вперед, на два в свои гаджеты или там в компьютерах у них установлен календарь, они получают автоматическое, автоматическое не просто еврейских праздников, что опция есть, а оповещение о мероприятиях, изменениях и так далее. Также мы научили людей пользоваться Google-документами, то есть не просто вот документ там в Word, а там, ну короче, их можно иметь в электронном этом облаке. И таким образом отчеты, почему я об этом рассказываю, отчеты Мадрих пишет уже в электронном бланке у себя, а я у себя его вижу. Ему не надо ко мне приходить, тратить время и что-то мне рассказывать. Все, что мне нужно увидеть, я вижу по этой схеме, а все, что мне нужно спросить, я у него спрашиваю по телефону. Только в случае, если есть затруднительные моменты, где нужна консультативная помощь. Я вижу, что нужен разговор человеку, я по телефону уже вижу, что не хочу об этом ресурсе, давай встретимся. Я сама так делаю и учу служителей, я стараюсь подстроиться под них. У меня есть пастовский консультативный день, обычно он не работает. не работает, вру, сейчас у меня уже записаны встречи. Я знаю, кто где работает, я приезжаю к людям иногда на обед, я обедаю с ними. Почему? Потому что у моих служителей времени нет. Я хочу, чтобы они дома чуть-чуть бывало, отдыхали и стирали там белье, если им надо, успевали. И нормально. Я учу так, ну вот сейчас там группа людей, новых служителей, я прошу, ты не занят, они заняты, приедь на обед. Узнай, когда человек может сделать перерыв, ты приедешь, ты служитель. Кто хочет быть больше, чем меньше. Ну мы так делаем. По поводу спасибо, Наташа. Действительно подотчетно забирать время. Когда я была региональным служителем в харизматической церкви, я пыталась объяснить, что вы убьете всех желающих служителей, всех. Нам нужно было, что делал региональный руководитель. Региональный руководитель вел свою домашнюю группу, пас своих овец, должен был посетить каждую домашнюю группу на протяжении месяцев лидером которого региона он являлся. Он должен был взять отчеты у каждого руководителя домашней группы, выделив на это тет-а-тет время. Потом, значит, после всего этого он должен был точно так же встретиться со своим, значит, зональным руководителем, прийти на зональное служение. Это просто был бред полнейший. И как я успевала? Ну хорошо, что это было недолго. Как написано, хорошо, что эти времена Бог ограничит, а то бы мало кто спасся. Наверное, вот так мне повезло, что это недолго происходило. Да? А старшие лидеры, они просто на тронах восседали. Капец. Я вот когда видела, какую работу делают служители внизу, и как восседают на троне вверху, я вообще, думаю, они хоть вообще представляют, представляют жизнь регионального служителя. Наверное, вообще не понимают, что они еле дышат, не то чтобы с живот. Поэтому да, на подотчетность уходит время, и да, об этом надо беспокоиться, чтобы оно не забирало нужного времени. Окей. Что еще, кроме времени назад? Это забирает время. Какие трудности еще подотчетность может вызвать? Нелюбовь к контролю, да? Как бы, а можно как-то это смягчить вообще? Вот как сделать, чтобы залюбили контроль? Возможно ли это? Я знаю, что в некоторых городах это принимается мягче. Просто. Это позитивно. Спасибо, Леонид. Я вам хочу сказать, что вот эти все термины и контроль. Я когда писала пособие для общины нашей, я все эти слова меняла. Вы не поверите, чтобы их просто даже слышно не было. Контроль — это не контроль, а анализ. Вот. А анализ — это не просто анализы. Анализ — это, значит, наблюдение за... Что я вам... Я вам хочу сказать, что я выворачивалась, чтобы обмануть человеческую плоть невероятно. И вы знаете, что не помогает эта неработа. Она чует. Она чует. Да, она чует. И, конечно же, духовно зрелые люди, они к контролю относятся нормально. Но когда мы начинаем работать с новыми людьми, ну, конечно, хорошо их научить послушничеству с самого начала. Наставь юношу в начале пути, правда же? Слава на всех. Да. Ну, их начало нужно туда, а потом они придутся. Слава тебе, Господи, что я вернулся в свободную структуру, да? В монастырь на два года, а потом берем к нам. Хорошо. Тоже вариант надо запомнить, взять на вооружение. На самом деле это больная тема. И самые главные контролеры и манипуляторы обвиняют вообще в контроле других людей. Потому что люди склонны к, я имею в виду, буду говорить не к демоническому, но к человеческому контролю, к плотскому контролю. Они просто не выносят, когда кто-то может контролировать их жизнь. Это встречается даже в отсутствии способности ответить на прямой вопрос. Есть люди, которые не выносят, когда им задают просто вопросы. И начинается паника. И, в принципе, на первых этапах, когда мы наставляем мадрюхов, это очень важно увидеть с самого начала. С человеком нужно в этой области действительно работать. Ему нужно помочь справиться с этими делами. Потому что это по разным причинам у нас присутствует. Но прежде всего сдаться наставнику, сдаться под контроль духовного лидера, это прежде всего означает довериться Богу. Это элементарно. Да, люди не любят, чтобы их контролировали. Еще я вам подскажу по практике негативный пример. То, что диктует плоть еще. Каин, что сделал, когда понял, что сделал плохо? Какая его реакция? Что он сделал, когда... Вот он убил брата, он прятался. Он прятался. Люди, которые приняли служение, не выполняют служение, они начинают прятаться. Кто-то это делает очень неумело, кто-то вообще просто съезжает с подучетности, вообще не поймаешь. Начинается игра в кошки-мышки такие. А кто-то просто не буквально обманывает. Ну, в принципе, какая разница? Таким образом подает отчет, что вы там все равно еще не поймете. Вроде бы что-то и было, но что было, вы так не можете понять. Такая неуловимая ситуация. И все это плод человеческое. И мадридки в таком случае нуждаются реально снова и снова в наставничестве. Это может быть только партнер строится, да? И все? Да, человек. Ну, да, там я не делю вот эту всю сферу. Она человеческая. Ну... Никогда. Не то чтобы никогда. Что происходит? Доски нет. Структура такова. Опять же, я предлагаю структуру. Если у вас ее нет, значит, вам нужно вот на эти вопросы самим отвечать. Я тогда не отвечу. Структура такова, что минимум три человека должны быть сформированы в одну связку. Это я. Это я, мадрид. Это мой подопечный. И у этого подопечного еще один подопечный. Я не отпускаю своего подопечного при первой, ну, его служении. Я продолжаю вести его как тренер, наблюдая за успехами его с тем третьим человеком. Нет, нет. Я продолжаю его вести. Тогда сколько вы с вами должны? Если 12, 3. Это нельзя мерить по встречам, пока человек не войдет в какой-то другой уровень служения. Нет, нет. Это не измеряется встречами. Вообще. Ну, мы с вами читаем слова Ишуа, что по плодам все вообще определяется. По плодам. Если человек, опять же, ну, сколько можно оставлять человека на второй год? Ну, где-то есть у этого лимит. Ну, там, не прошел первый год, поучись еще раз. Не прошел второй год, поучись еще раз. Возникает вопрос, как долго? Ну, где-то это становится уже аномальным, да, ненормальным. Вот. Тогда это просто не работает. Либо этого человека оставить в покое надо, либо он вообще не рожденный свыше, пусть сидит и не мешает. Ну, вот как-то так. Мы уже принимаем какие-то мудрые решения. Вот. Как долго? Люди должны войти в слушание, встать на дело служения. В Ефесянам 4.6 на строительство Церкви Божьей, превращая самих себя в любви и так далее. Вот это цель. Мы поставляем их на дело служения. В процессе... Не только же Мадрих ведет человека. Смотрите, еще раз. Мы говорим об одном пазлике. Но ведь на человека влияет не только Мадрих. Он является частью Квуцы. Там идет служение, влияние лидера. Он приходит на служение. Он получает влияние пастора, проповедующих старейшин общины. Он находится под влиянием все время. Не только Мадрих его воспитывает. Это не так. Он слышит призывы. Он слышит, что в общинах организовываются какие-то служения. Возможно, он там захочет, не знаю, благотворительным фондом заниматься или пойти в прославление. И этот Мадрих, он помогает ему восстановиться. Но что в общине остается важным, что нельзя отпускать никогда? Что служение Мадриха — это приоритетное служение любого члена общины. Кем бы он ни был, лидером прославления, лидером домашней группы, он продолжает и стремится к тому, чтобы найти в себе ученика. Я говорю, нет у вас чеников, не дали вам учеников. Найдите себе ученика. Ищите себе ученика. Ищите, кому вы будете передавать. Да? Господь, дальше так, как вы приняли. Рост — это, безусловно, не встреча. У нас такие истории были, да, вот уровень первый. Нашли человечка, нуждающегося светского, начали ему служить, предложили наставничество, он согласился. В процессе наставничества покаялся. Не до того, а после. Вот такой, ну, по-другому было. С ним встречались, там, основы духовного роста разбирали, читали, молились, обратился. Ряд сделал несколько серьёзных чудес, там, в плане исцеления. Вот. До общины дошёл не сразу. Такая история. Долго, там, года полтора-два доходил до общины. Упал. Отошёл от Бога. Жизненные ситуации сложны. Ну, вот бывают такие истории жизненные, что думаешь, боже, не знаешь, как люди выживают. Сложная жизнь у людей. И вот такие, знаете, скачки. То мы служим Богу, то мы вообще непонятно где, ну, знаете, на обочине. То опять мы вот там, энкаунтер прошли, с нами всё хорошо, то опять на обочине. И я смотрю, когда человек падает, кажется, ну, сколько ж можно? Ну, сколько ж можно же уже, да? Вот. Но вообще, если смотреть в процессе дня его обращения до сегодняшнего, вот эта амплитуда колебаний, она всё равно, как вам сказать, она хоть и существует, она всё равно идёт вверх. Всё равно идёт вверх, понимаете? Просто человек идёт не по прямой, а вот так. Но это его характер, это его проблемы. Но всё равно идёт вверх, потому что там, где он сегодня, это вообще не там, где он стоял тогда. А другие идут очень быстро, без этих колебаний. Как им сказать, сколько встреч надо? Вот. Нету здесь шаблона. Почему? Боюсь его. Важно. Первая притча, в первый день, которую мы смотрели, быть лекарем, помните? которая называется индивидуальный подход. Вот при всей этой системе вот этого не надо забывать. Да? Вы помните, да? Эту притчу. Кто его не видел, расскажу. Там приходит, значит, ученик и хочет быть лекарем. К Авицену приходит, и Авицен лечит слепого. И говорит ученику, какой раствор нужно сделать. Он сделал этот раствор, положил лепешки на глаза и слепой прозрел. Ученик побежал радостный домой, рассказал о чуде, в котором участвовал. И тогда ему предложили пойти к соседу, слепому, и сделать там то же самое. Он сделал то же самое, и у этого слепого вытекли глаза. Он с ужасом прибежал к своему наставнику, и говорит, как же так? Я сделал все то, что было здесь у вас, я сделал там. Он говорит, тебе нужно быть пекарем, а не лекарем. Потому что у тысячи слепых тысячи причин их слепоты, и каждому из них нужен свой подход. Но все равно мы знаем, что лечить надо. И мы уже по мере своей компетентности начинаем искать инструменты. Что же применить в этом случае? Еще раз, наставнице это всего лишь пазл всей большой системы домашней группы. Мы с вами за евангелизм еще не заикались. Хорошо, следующий слайд можно. Шесть задач Мадриха. Четыре ошибки, которые можно допускать при том, что, при том, когда мы общаемся с нашим протеже или подопечным. Четыре ошибки, которых стоит избегать. Игнорирование сказанного. Это такое, знаете, избирательное слушание, что ли. Когда мы пропускаем мимо, наше внимание заостряется только на том, на чем мы хотим его заострить, а все остальное проходит мимо ушей. Это игнорирование. Вместо того, чтобы слушать человека, можем тщательно продумывать, как ему сейчас что правильно сказать надо. Мы не слышим, что он говорит, мы думаем, как же ему вот сейчас это сказать, когда же, вот сейчас он сделает паузу, и прямо вот сейчас я начну. И мы вот ждем, когда у нас нет времени, моего высказывания. И мы на самом деле пропускаем, что говорит человек. Вторая серьезная ошибка — это притворство, притворное слушание. Третья ошибка — это избирательное восприятие. Я немножко, наверное, забежала наперед, когда говорила. Первое — это игнорирование сказанного, второе — притворное слушание, третье — это избирательное восприятие. Вот такой автоматический отбор. Выгодного для себя, невыгодного текста. Ну и четвертое — это поверхностное восприятие. Я не думаю, что я вам скажу вообще что-то новое. Сказать, что это умеют все, или вы сможете это уметь после того, как вы запишите это, четыре эти пункта. То, что мы их записали, ничего не произойдет, этому тоже нужно научиться, как плавать. Мы не можем говорить о воде и думать, что мы из этого научились плавать. Точно так же и слушать. Некоторым самим мадрихам нужно такое послушничество, чтобы научиться слушать. Ой! Некоторые люди больше любят говорить, чем слушать. И если они становятся наставниками, это все очень плохо. Заканчивается, они не умеют сдерживаться, и они просто подопечные становятся их жертвой. Свободные уши, знаете? По поводу свободных ушей. Моя бабушка Мария, она перед смертью каким-то чудным образом оказалась баптисткой. у нее крестили вообще, как-то так все прошло мимо меня. И она в конце своих дней, она была лежача, у нее был перелом тазобедренного сустава, она не ходила. И вот у нее появился друг, дедушка из баптистской церкви, евангелист. Я просто, когда приходила, он был у нас в гостях, я думала, как мне смыться. Дедушка все время говорил, он так евангелизировал, ему все равно, я ему говорю, спасибо, я все знаю, спасибо, я вот, ну, понимаете, я как бы служитель. Ему было все равно, я должна была дослушать проповедь Евангелия. А бабушке моей было хорошо, она все равно ничего не понимала и плохо слышала. Ей было очень радостно, что он рядом. И вот они нашли друг друга, он говорит, его слушает, все равно неважно, как и кто. Она, главное, что-то сидела, что-то щебетала. И вот этот дедушка, однажды, я прихожу к бабушке Маше, а он такой маленький, с таким подбитым фингаличем под глазом. Я говорю, да, на улице договорился. Он начал проповедовать молодым людям. И они не выдержали. И я понимаю, что они не сразу применили в ход свое оружие, потому что я на каком-то этапе начала их понимать. когда я не могла, я не могла от него уйти, понимаете, он меня взял в заложники. Он меня взял в заложники. И я так смотрю на него, на его фингал, и так по себе думаю, теперь я понимаю, откуда он появился. как-то так. вот, хорошо такая история, да, там с бабушкой, они друг друга нашли. А что если вот, ну, вы верили человека, наставнику, он просто его использует, как свободные уши. Тут надо как-то это проследить. Знаете, как я прослеживаю, как мы учились прослеживать? Когда лидер берет отчет у мадриха и задает вопрос об этом человеке, о подопечном. Если мадрих вам ничего о нем рассказать не может, значит, он его не слышал. Это очень просто. Я спрашиваю наставника о подопечном, говорю, что, слушай, откуда он? Ну, он же не Черновицкий. А, я этого не знаю. Ладно, ну, я вижу, что человек приезжий, там, ладно. А он был где-то в какой-то церковной структуре, или он, как он к нам попал? Слушай, я этого не знаю. Хорошо. Я задала простейший, элементарный ряд вопросов, ни на один из них, ни на, мадрих, не ответил. Это что, стадия знакомства в их отношении? Неправда. Он даже не пытался ничего узнать об этом человеке. Я говорю, это сигнал. Я не знаю, о чем вы говорили, но ты о нем ничего не знаешь, это странно. Вот просто, что такое отчет. Очень просто. И вы можете уже проследить, что-то там вообще не то происходит. Хорошо. Что нужно, что нужно слушать? Что нужно слушать? Нет-нет-нет, мирим, еще нет. Спасибо. Существует такое понятие, как аналитическое восприятие? Или... Ну, давайте просто запишем себе так рядом, что нужно так слушать, чтобы понять человека. Так слушать, чтобы его понять. Если человек озадачен какой-то серьезной проблемой жизненной, а вы ему говорите, я тебе сейчас расскажу схему Иоанна 3,16. у него какая-то боль. Может быть, у него будут такие переживания сейчас, к примеру, что его вообще больше ничего, кроме вот этого вопроса, не интересует. Интересно, что Ишо, когда приходил к людям, он говорил с ними о том, что их волнует. Он их не заставлял слушать о том, о чем он хочет рассказать. И вот, опять же, возвращаясь к автору, который говорил о Маше, он говорит вот что. Правда, там речь о бизнесе, но это не, ну, в общем, не имеет значения, потому что просто это принцип жизни. Он говорит, как много проигрывают сегодня те компании, которые пытаются доказать людям, что им нужен их продукт. Они занимаются тем, что убеждают население в целесообразности их продукта. Нам продукт, вам так нужен, вы просто не понимаете, что оно вам нужно. Говорит, как много успевают те, которые не занимаются навязыванием своих идей, а быстро пытаются отреагировать на нужду и спрос. Не заставляйте человека слушать то, что вы хотите ему сказать, по-моему, что его беспокоит и поговорить об этом. Вот, наверное, ключ вообще. потому что Ишо, он, когда с нами говорит, он говорит о том, что нам... И закончу, закончу историей, закончу историей. у меня какой-то период такой был, ну, раз я так молилась Богу, наверное, он был каким-то тяжеленьким. Я говорю, Боже, в мире так много всего происходит, я вообще не понимаю, где я, что я. Я, покажи мне, я хочу какую-то такую эгоистическую молитву, такую меркантильную тебе сказать, покажи мне, вот, лично для меня, вот, не для всех, не для всего мира. Я хочу вот в чем-то таком личном, недуховном увидеть твою заботу. Вот я просила, мне очень искренне это нужно было. Я как-то вот так могла понять, что Бог видит меня, что Он не забыл про меня. Ну, просто мне нужно было, я не делаю так обычно, но тогда мне что-то нужно, Бог, это знак, подтверждение. Мне нужно что-то личное для меня. И еду я в Киев, приезжаю в Киев, выхожу там, иду к служителю Кема, натариваюсь какими-то книгами, дисками, тяжелый чемодан. У меня свой чемодан и этот чемодан с книгами. Два чемодана. И выхожу, она мне объясняет, значит, вот остановка, ну и предположим, 53 маршрут, 53, не перепутай, 53, хорошо. Он едет прямо к вокзалу, еще так и время рассчитала, заранее, спокойно, что я вечно опаздываю. А так у меня много времени. И вот выхожу я, и приезжает 52 маршрут, и я вижу, что он 52, но там написано, ЖД вокзал. Я думаю, какая разница, сажусь на этот 50, ну то, что он весь Киев объезжает, я поняла потом. Когда я подъезжала приблизительно к вокзалу, когда поезд должен был отходить. Вы знаете, я в той поездке очень устала, я не хотела оставаться, я очень устала, дождь, эти два чемодана. и еще подъезжает он, гад, не с той стороны вокзала, понимаете, совсем с противоположной. И вот я смотрю на часы, ну предположим, через две минуты отправление поезда. У меня два чемодана, и мне нужно пройти еще эти две трассы со светофорами. И я только там бы поняла, что еще это и путь с противоположной стороны всего вокзала. Я еще об этом не знаю. И я начинаю бежать. Бежать, эти чемоданы падают, не хотят они ехать ровно. Они с колесиков наворачиваются все время. И думаю, подниму и побегу, поднимаю и бегу. И я чувствую, как мышцы лежат, что тут вот рвутся на моей руке от тяжести. И я, вы знаете, и вот хорошо, что этого никто не видел. Я могу не в тот город приехать. У меня вот такое частенько случается. Я когда о чем-то думаю, я делаю очень странные вещи. Билет могу не туда купить, сесть не в ту сторону поехать. Со мной это приключается. И мне себе очень жалко, когда это происходит. Я так, я страдаю от этого, я злюсь на себя. И в этот раз, и вот знаете, это все происходит. И я говорю, Боже, что-то я там ему сказала, понимаете. Я уже плакать начинала от отчаяния. Ну у меня есть деньги в гостинице. Просто я очень устала. Я не хотела быть под дождем и все это решать. А ехала я через Днепропетровск. Ой, целая история. Да. И вы знаете, что происходит, друзья? Не знаю, как вы оцените эту ситуацию. Пока вот это все со мной происходит, вдруг чья-то рука вырывает у меня чемодан из руки. И такой голос, Куда? Я говорю, черновцы. Залетаем мы в... Я до последнего не видела лица этого человека. Со мной бежала женщина, похожая на меня. Откуда она взялась? Я не понимаю. Она летит из-за спины. Тала, вот представь себе это. Вырывает у меня один чемодан. Похожая на меня. Я лица ее так и не успела увидеть. И скрипит разойдись. Она успевает на циферблате увидеть, что это еще и последний путь, которым мы вообще не успеваем никак. Она все время кричит разойдись и бежит впереди меня. Не останавливаясь с этой дурой, чемоданом с книгами, дисками и всем прочим. Подлетает к этому поезду, который почему-то не отъехал вовремя. Все время она кричала разойдись. Брасывает этот чемодан в вагон, сбрасывает меня еще туда со вторым чемоданом. И не поверите, так вот разворачивается и уходит. Не знаю, как вы. Не знаю, как вы. Я точно знала, что это ангел. Вы чувствуете это, да? Это был ангел. Это не... Я на волосы. Так она странная. Не знаю. Это все очень странно было. Так люди не делают. Понимаете? И я, когда ехала в автобусе, это было то, что мне нужно было. Я, может, для кого-то это не чудо. Для меня это настолько было важно. Богу было не все равно. Понимаете? Так вот... Ангел надоело, чтобы ты в разные города. Наверное. Сколько ж можно, понимаете? Она прям психолога. Вот это... Ну, наверное. Я к этому решила уже наконец-то поправиться. Психолога именно, да? Это моя жизнь. Это мои трудности. Для меня это было... Для меня это было очень личное вмешательство Бога. Поймите. Я почему привожу этот пример? Слава Богу, что она мне не рассказывала о вере, дисциплине, послушничестве и так далее. Понимаете? Я хочу сказать, что вы можете быть ангелом для ваших подопечных. Перерыв. Углядит. Слава Богу. Я хочу сказать, что... ! Субтитры создавал DimaTorzok